Всем снова привет и добро пожаловать на мой канал, а точнее снова на мою итальянскую кухню. Сегодня я буду готовить очень вкусную и очень популярную в Италии закуску, которая называется салатини. Однажды, много лет назад, я уже снимала для своего канала подобное видео, но тогда я еще не знала всех видов салатини, которые только бывают, и тогда я не являлась еще кондитером-хлебником, пекарем. Так вот, год назад, когда я проходила стажировку в одной хорошей кондитерской здесь, в Турине, каждое утро у меня было задание. Я делала несколько больших противней, салатин и пиццет. Пиццеты такие мини-пиццы, вот такого размера примерно, сделанные тоже из слоеного теста, а салатини это такие маленькие, удобные, помещающиеся в руке закуски с разными начинками, тоже из слоеного теста. Я очень хорошо набила на них руку, вот, что когда я вернулась, чтобы сдавать экзамены в свою школу кондитерскую, то уже могла делать салатини пиццеты лучше, преподаватели. Но преподаватели, конечно, не давали мне там особо разбежаться, поэтому хорошо, что сейчас дома, и я могу делать все, что хочу. Также салатин и пиццеты являются очень удобной и идеальной закуской, например, для пикников. Сейчас, когда у нас уже заканчивается весна, все равно впереди лето и осень, начинается, мне кажется, сезон пикников. Люди хотят выходить и в лес, или к реке, или к озеру, чтобы покушать именно на улице. И салатини пиццеты как нельзя лучше для этого подходят. Здесь, как и ни странно, солености, но заказывают и изготавливают в кондитерских в Италии. Их также заказывают, когда идут в госе, например. Заказывают маленькие сладости разные пирожные по стечении и салатини. И начинают, например, салатин закачиваться по стечении. Например, какие-то мелкие праздники, когда не особенно там хочется кому-то что-то готовить, наготавливать. Можно просто разлить игристое белое вино, подать салатини, пиццеты, потом тортик или какие-то там сладости. И все. И мелкий праздник таким образом можно легко отметить. Детские праздники, какие-то утренненькие, там вместо у нас, как в школах, дача и пития. У них, например, вот такие мероприятия. В офис принести, у кого день рождения, например, на работу, да, тоже перекусить. Как бы и не обед, и не ужин, что-то посередине. И, в принципе, сытно, удобно, руки не пачкаются, никакой специальной посуды для этого не нужно. Ну, в общем, вы поняли, да, что салатини очень хорошая вещь. Пиццеты я не буду делать, потому что они уже есть в втором видео, делаются очень легко. А вот салатини я сделала как раз те несколько видов, которые я каждое утро делала на своей стажировке. Там используются корчевьи. Корчевьи, я знаю, в России есть, даже в Ашанах продают, но стоят достаточно дорого. Попробуйте заменить корчевьи, я не знаю, также из банки, консервированной, может быть, капустой или кабачками, ну, каким-то таким вот простым и дешевым овощем. Или же, если вы уже купили корчевьи, странный у них специфический вкус, например, и не знаете, как их использовать, то можете отлично использовать в этих салатини. Также и необычным продуктом для России будет являться анчоус, соленый анчоус в масле, с очень таким выраженным вкусом. Попробуйте его, не знаю, заменить максимум, что мне приходит в голову. Меня спрашиваете, можно заменить анчоус. Это соленая селедка, но там вы будете обрабатывать все-таки, естественно, кермически эти салатини. И как обработанная соленая селедка будет потом пахнуть, не знаю. Попробуйте сделать одну-две салатинки. Если вам понравится, то делайте. Я не пробовала, может быть, не так ужасно, как я думаю. Ну или же просто замените данный продукт на что-нибудь другое. Надо подумать на что. Ну, в общем, давайте начнем уже готовить, потому что все остальные продукты можно найти в России. Нам потребуется для наших салатин в первую очередь. Это уже готовое слоеное тесто. У меня здесь слоеное тесто квадрат, потому что круг не так удобно. Я взяла две такие упаковки. Далее у нас пойдут обычные сосиски, вюстер, как они здесь называются, тоненькие, плюс горчица, маринованные в масле перцы, плюс очуги, именно анчоусы, про которые я вам говорила, горчоффи, то есть артишоки, плюс тунец в банке. Здесь он у меня в масле, я его солью. Далее оливки. Вот такая колбаска с салями. Вы можете заменить, например, какой-нибудь сыропорченой колбасой, тонко, очень порезанной. Далее прошутто котто. Вы можете заменить вареной колбасой или ветчиной, очень тонко порезанной. Прошутто котто, это, в принципе, есть ветчина, плюс спаржа, несколько стручков. Также, если у нас останутся обрезки теста, мы будем использовать мак или кунжутные семечки, кому как больше нравится. Здесь у меня для смазывания есть одно небольшое яйцо, я его немножко подсолю и также нам потребуется кисточка. Все, начинаем готовить. Яйцо я немного подсаливаю и взбалтываю кисточкой. Отставляем в сторону. Достаем из упаковки тесто и режем его на три полосы. Стараемся резать на одинаковые полоски. Берем первую полоску и выкладываем на нее прошутто котто, то есть ветчину вместе со спаржей. Выложили. Затем верхнюю часть полоски из теста мы смазываем яйцом, а теперь закручиваем как рулет. Закрутили, а яйцо поможет склеить наш рулет. Теперь мы его разрезаем, после чего раскладываем наши кусочки салатин на пекарской бумаге, на противне. Смотрите, чтобы вот этот вот шов был вот так внизу, чтобы когда тесто выпекалось, оно не раскрылось. Вот так не ставьте и вот так не ставьте, чтобы все-таки он был внизу. Следующий вид салатин это будут салатины с сосиской и с горчицей. Уберем наши сосиски и раскладываем по тесту. После чего поверхность теста возле сосисок немного смазываем горчицей. Эта горчица не такая острая, как русская. Это сладкая французская горчица, поэтому ее я могу положить и побольше. В другую часть теста также немного смазываю яйцом и закручиваю рулет. Тело разрезала и также выкладываю на противень. Следующую полоску я разрезаю на треугольники, таким вот образом. После чего я беру наши салями, разрезаю, если слишком большие круги, на две части и закатываю в эти треугольнички. Закатываю очень плотно. Одной рукой это не совсем удобно показать. Ну вот так. Получаются такие рогалики из колбасы. Да, пока здесь ничего не требуется смазывать яйцом. Половину треугольничков я сделаю с салями, а половину треугольников я буду делать с оливкой. Здесь также сложно показать одной рукой, но я постараюсь. Оливку мы зажимаем тестом с двух сторон, чтобы она при выпекании не выкатилась. Зажали и также закатали. Вот эту верхнюю часть треугольничка, носик, мы немножко всегда вытягиваем. Также не забываем, чтобы этот вот шов оставался внизу. И чтобы наши салатини выпекались вот в таком положении. Носики, шовчики всегда внизу. Первый противень мы уже заполнили. И теперь смазываем все тем же яйцом вверх каждый из салатин. Так они будут румянее и красивее. Теперь ставим их в духовку на 180 градусов и готовим до румяности. Обратите внимание, что для следующих салатин нам потребуются полоски более широкие. И вот это будут уже обрезки. Мы их сделаем семенами мака. Итак, следующая начинка это артишоки и консервированный тунец. Мы достали, отряхнули от масла и артишоки и тунец. И сейчас их вместе порубим ножом. Когда мы все вместе порубили, получилась вот такая начинка. И сейчас мы эту начинку выкладываем ровно на самую широкую полоску. Затем полоску эту сверху немного так же смажем яйцом. И закручиваем рулет. Как начинка рассыпчатая, стараемся рулет закрутить плотно. А затем разрезаем его на более толстые куски, чем предыдущие рулетики. В полоску теста мы будем выкладывать болгарский перчик консервированный и королевский анчо. Выложили. А теперь все правильно смазываем вверх полосы немного яйцом. И делаем рулет. Затем его режем. И последний, самый простой вид салатина. Кучеряшки. Берем узкую полоску теста и разрезаем ее еще на более узкие полосы. Хорошо промазываем эти полоски яйцом. И посыпаем семенами мака. А теперь сворачиваем и закручиваем косичку. Вот так это выглядит. Правой рукой крутим тесто в одну сторону, а левой рукой в другую. И семена остаются внутри. Придавливаем к пергаменту с двух сторон, когда уже выложим на противень. И все, готово. Здесь также смазываем яйцом каждый кусочек. Салатинки. И вот эти вот кучеряшки тоже. Запах на весь дом. Вот такие салатини у меня получились. Здесь наши великолепные маковые палочки. Готовьте салатини по моему рецепту. Удивляйте своих гостей. Пишите комментарии. Не забывайте ставить пальчики вверх. Подписываться на мой канал. А я с вами прощаюсь. И до скорых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok